Если есть многочлены, ну, например, с целым коэффициентом, хотя это не так важно, потому что если здесь целые, то, соответственно, и после деления будут целые. Если не целые, ну, какие есть будут после деления, не важно, что есть многочлены, то у него число бета является корнем тогда и только тогда, когда f делится на х-бета. Между прочим, иногда формулируют эту теорему по-другому. Вот вместо того, что я сейчас написал, пишут так. f от y минус f от x делится на x минус y. В чем-то это даже более изящная формулировка. Давайте поймем, как они связаны. Если вместо числа y взять бета, то смотрите, что получится. Получится, что f от x, то есть f от бета будет 0, f от x делится на x минус бета. Ну, с минусом, но минус не влияет. Это если бы это корень. И наоборот, если бы это не корень, то получится, что f от бета это не 0, ну и, соответственно, не делится. Так что, что доказывать это, что доказывать это одно и то же. Давайте я расскажу два доказательства. Одно из них удобно проводить вот в такой формулировке. Все, что нужно, это просто написать эту разность. Смотрите. Что такое у нас f от y? Это вот такое выражение, где вместо x, где написано y. Рассмотрим разность f от y и f от x. Нужно понять, почему это делится на x минус y, ну или на y минус x. То же самое. Смотрите, вот это просто 0. Это просто 0. Это делится на y минус x. Это есть y минус x умножить на y минус x. Тоже делится. Это y минус x умножить на y квадрат плюс xy плюс x квадрат. Тоже делится. И вообще-то для разности n-ных степеней тоже есть формула. А именно, вы должны написать y в n-1 степени, y в n-2 x, y в n-3 x квадрат и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до x в n-2. Все время сумма показателей должна равняться n-1, а всевозможные варианты нужно перебрать. Будет всего n слагаемых. Ну, проще проверить, если перемножить, и на маленьких числах можете посмотреть и в общем вид. В общем, это правда. Это правда. И, значит, теоретический рисунок в такой формулировке мы доказали. Теперь давайте, как можно было легко доказать ее вот в такой формулировке. Надо просто взять уголком, разделить многочлен f от x на многочлен x минус bt. Что значит разделить? Ну, сначала надо взять в качестве первого слагаемого частного, а n умножить на x квадрат минус 1. Соответственно, в качестве f от x у вас степень уменьшится на единицу, ну и дальше нужно будет делить многочлен степени, которая на единицу меньше. Так, делить, делить, делить. И что в конце концов получится? Получится какое-то частное и какой-то остаток. Заметьте, остаток это будет число, потому что многочлен x минус b это было первой степени, и, значит, если бы там оставалось какой-то многочлен, там, первой или большей степени, то вы бы могли продолжить деление. Здесь будет просто какое-то число. Число. Вот, и это будет то же действие, оно выполнено при любом x. Подставим вместо x число b. Здесь будет f от b. Здесь будет просто 0. 0 умножить на g от b это тоже 0. И мы получаем замечательную вещь, что f от b это и есть то самое r. Вот, значит, если r это 0, то есть, если f от b это 0, то разделилось. Если r это не 0, то вот остался остаток. Теория будет такая.